Здравствуйте, мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим устройство, принцип действия и технические характеристики агрегатов для непрерывного приготовления теста. К этому виду оборудования относятся тестоприготовительные агрегаты, состоящие из комплекса аппаратов и машин, в которых осуществляется последовательный процесс дозирования ингредиентов, замес, брожение опары и теста. Применение тестоприготовительных агрегатов позволяет полностью механизировать и автоматизировать процесс приготовления теста. В зависимости от характера приготовления теста, существующие агрегаты разделяются на две группы. Агрегаты для порционного приготовления теста и агрегаты для поточного приготовления теста. Рассмотрим агрегаты для порционного приготовления теста. В этих агрегатах замес опары, закваски и теста производится отдельными порциями или непрерывно. Ображение осуществляется отдельными порциями в емкостях, установленных стационарно или вращающихся вокруг собственной оси или емкостях, установленных на жестком кольцевом конвейере. К агрегатам для порционного приготовления теста относятся бункерные агрегаты системы Готилина. Большой и средней мощности. Агрегаты И-8ХАГ-6, Л-4ХАГ-13, РНК, кольцевые агрегаты инженера Марсакова. Бункерные агрегаты в зависимости от вида технологического процесса бывают двухбункерные и однобункерные. Однобункерные агрегаты выполняются с вращающимися и стационарным бункером с верхним и нижним заполнением бункера. Перед тем, как рассматривать конструкции бункерных тестоприготовительных агрегатов, рассмотрим схемы компоновки однобункерных агрегатов на площадках хлебозаводов и кондитерских фабрик. Схемы компоновки представлены на слайде. Горизонтальная схема рисунок А компоновки осуществляется на булочно-кондитерских комбинатах и других хлебозаводах. Это позволяет монтировать агрегат в одном этаже и более легко обслуживать мессильные машины агрегата. С целью выбора оптимального варианта компоновки были проведены исследования. Результаты показали, что в процессе замеса температура опары увеличивается на 2-3 градуса Цельсия. При транспортировании замешанной опары в бункер на 2-3 градуса Цельсия. При брожении опары в бункере повышение температуры опары зависит от величины бродильной емкости. При емкости бункера 12-13 кубометров в процессе брожения опары прирост температуры составляет от 3 до 4 градусов Цельсия. А в бункерах меньшего размера 6-7 кубометров 2-3 градуса Цельсия. Дальнейшее повышение температуры опары на 1-1,5 градуса происходит в процессе ее транспортирования на замес теста. При замесе теста и его транспортировании в воронку тестоделительной машины прирост температуры составляет 1,5-2 градуса. По схеме B, мессильные машины подняты на площадку и находятся в средней части агрегата по высоте. При этом транспортировка замешанной опары осуществляется шнековым питателем по трубопроводу на высоту от 1 до 1,2 метра. Выброженная опара подается к тестомесильной машине на высоту до 2,5 метров, а перемещение теста производится по горизонтальному трубопроводу. Прирост температуры при замесе опары составляет от 2 до 3 градусов. При подаче замешанной опары в бункер 2 градуса, в процессе брожения в бункере от 2 до 4, а при транспортировании выброженной опары из бункера в тестомесильную машину 2,5 градуса. Таким образом, общее увеличение температуры опары при приготовлении в бункерных агрегатах при таком компоновочном решении может составить от 8,5 до 11,5 градусов Цельсия. Повышение температуры теста в результате замеса и транспортирования не превышает 2 градусов. Согласно смешанной схеме, представленной на рисунке В, месильная машина для опары установлена на площадке, а тесто месильное на полу. Такая же схема может предусматривать и расположение месильной машины для замеса опары непосредственно над бункером для брожения. Рисунок Г. При этом свежая замешанная опара подается в бункер непосредственно через течку без шнекового нагнетателя, поэтому механическая энергия на транспортировку опары не затрачивается. В этих случаях повышение температуры опары в процессе замеса составляет от 2 до 3 градусов, при брожении в бункере также от 2 до 3 градусов, при подаче выброженной опары в тесто месильную машину от 1 до 1,5 градусов. Тесто при замесе и транспортировании нагревается на 1,5-2 градуса, а температура опары при такой компоновке машин и узлов агрегата будет примерно равна от 5 до 7,5 градусов Цельсия. Вертикальная схема предусматривает компоновку всего оборудования на 2 или 3 этажах, при этом в случае предусмотрен минимальный расход механической энергии на транспортировку только выброженной опаре к тестомесильной машине. Увеличение температуры опары составляет при замесе от 2 до 3 градусов, при брожении в бункере от 2 до 3 градусов, при подаче в тесто месильную машину от 0,5 до 1 градуса, опары при такой компоновочной схеме равно от 4,5 до 7 градусов. Это общий нагрев опары при приготовлении в бункерном агрегате по схеме D. Температура теста при замесе повышается на 1-1,5 градуса. Однако при такой компоновке оборудования обслуживание агрегата значительно усложняется. Внедрение бункерных агрегатов непрерывного действия для приготовления теста позволяет не только механизировать выработку хлеба на одном из самых трудоемких участков производства, но и значительно повысить экономическую эффективность производства, производительность труда, улучшить организацию производства и санитарное состояние. Лучше использовать производственные площади. На хлебопекарных предприятиях различают следующие производственные схемы. С непрерывным и с периодическим приготовлением теста. С подкатными дежами и с тестоприготовительными агрегатами. Дежевыми, бункерными, корытообразными аппаратами и тому подобное. С работой на густых и жидких полуфабрикатах и так далее. Рекомендуется на хлебозаводах большой и средней мощности применять тестоприготовительные агрегаты. А на предприятиях малой мощности машины стандарт с дежами вместимостью 330 литров. Рассмотрим схему расположения тестоприготовительного отделения. Расположение отделения зависит от схемы потока, вертикальная или горизонтальная. Размещение силосного и тесторазделочного отделений. Оно может быть размещено в одном этаже с тесторазделочным отделением. Может быть расположено непосредственно над тесторазделочным или смещено в вертикальной плоскости с удобной передачей теста к тесту делителям. Заварочное и дрожжевое отделения могут находиться как выше тестами сильного, так и рядом с ним. В последнем случае заварку и жидкие дрожжи перекачивают в сборники насосом. На слайде представлена планировка тестоприготовительного отделения с агрегатами И-8ХАГ-6 в компоновке с тесторазделочным и пекарными отделениями. Рассмотрим тестоприготовительный бункерный агрегат большой мощности системы Гатилина. Он предназначен для приготовления ржатого и пшеничного теста двухфазным способом и применяется на хлебозаводах. Производительность по готовому формовому хлебу составляет до 100 тонн в сутки. В состав агрегата входит следующее оборудование. Два автомукомера 5 и 16, два автоматических водомерных бачка 6 и 17, дветестами сильные машины 4 и 15 с дежами, оборудованными откидными клапанами конструкции Ткачева. Два пяти секционных бункера 8 и 18, первый для ображения закваски, второй для ображения теста. Шнековый дозатор закваски 2, двухсекционный смеситель 14, дозировочная аппаратура 11, 12, 13 для воды, солевого раствора и хлебной мочки. Два насоса 1 и 10, для перекачивания разжиженной закваски. Каждый бункер имеет цилиндрическую верхнюю и коническую нижнюю часть и опирается с помощью обода на три ролика 9, два из которых являются ведущими. Внизу бункер закрыт диском, в котором имеется выпускное окно с шибером 3. Замес закваски производится в тестомесильной машине 4, в которую подается часть разжиженной ранее приготовленной закваски. Мука из автомукомера 5 и вода из водомерного бачка 7. После окончания замеса открывается откидной клапан 7 в днище дежи и закваска при вращении месильного органа выгружается в свободную секцию бункера 8. В одну секцию выгружается замес из 4 дежи вместимостью 600 литров. По окончании загрузки секции бункер поворачивается на 72 градуса. При этом под месильную машину устанавливается следующая свободная секция, которая загружается замешанной закваской. После периодического поворота бункера на 4-5 оборота заканчивается брожение закваски в первой секции, которая устанавливается под разгрузку. При этом открывается шибер 3 и выброженная закваска подается в воронку шнекового дозатора 2. Одна треть часть закваски дозатор направляет в первое отделение смесителя 14, а две трети во второе отделение. В оба отделения из дозатора 13 подается вода, а во второе из дозаторов 11 и 12 солевой раствор и хлебная мучка. Размешанная и разжиженная закваска из первого отделения перекачивается насосом 1 для замеса новой порции закваски, а из второго отделения закваска смешанная с мочкой, солевым раствором и разжиженная водой насосом 10 подается в тестомесильную машину 15 для замеса теста. Одновременно с подачей закваски в дежутистомесильной машины поступает мука из автомукомера 16 и вода из автоматического ввода мерного бачка 17. После окончания замеса открывается клапан 7 и тесто при вращающемся месильном органе выгружается из машины в свободную секцию бункера. В секцию загружается 4 порции теста, замешанных в дежах. Затем бункер поворачивается на 72 градуса, направляя загруженную секцию на брожение и устанавливает потатестомесильную машину свободную секцию. После поворота бункера на 4 пятых оборота заканчивается брожение теста, которое выпускается через открытый шибер 3 в приемную воронку теста делителя 19. В процессе приготовления закваски теста описанный выше цикл повторяется непрерывно. Вся работа агрегата автоматизирована, а агрегатом управляет один человек с пульта управления. Бункерное тесто приготовительный агрегат средней мощности BAG20-30 предназначен для приготовления ржаного и пшеничного теста двухфазным способом. Производительность агрегата по готовому хлебу составляет от 20 до 30 тонн в сутки. По принципу действия и устройству он аналогичен агрегату большой мощности. В состав агрегата входит следующее оборудование. Два автомукомера 7, две автоматические дозировочные станции 5 для жидких компонентов, две реконструированные тестомесильные машины 8 типа стандарт с откидным клапаном в днище дежи. Дозатор опары 9, установленный на тензодатчике. Два 6 секционных бункера 4 для брожения опары закваски и 11 для брожения теста. Шнековый питатель 1 для опары и пульт управления. Каждый бункер опирается на три ролика 3, два из которых приводится от электродвигателя 2 мощностью 1 кВт и частотой вращения 930 оборотов в минуту. Поворот бункера после заполнения каждой секции производится на 60 градусов. Мука, вода, дрожжи подаются в дежу 6 для замеса опары, которая после окончания замеса выгружается через клапанов днища дежи в свободную секцию бункера 4. После полного оборота бункера выброженная опара через открытый шибер 12 выпускается в шнековый питатель 1, который по трубе 14 подает ее в дозатор для опары 9. Замес теста производится в деже 10, куда подается порция опары, мука из автомукомера 7 и жидкие компоненты из дозировочной станции. Замешанное тесто выгружается через открытый клапан в днище дежи в свободную секцию бункера 11 для брожения. После полного оборота бункера выброженное тесто через открытый шибер 12 подается в воронку тестодерителя 13. Вся работа бункерных тестоприготовительных агрегатов автоматизирована. Управление работы агрегата производится с пульта. Предусмотрено как автоматическое, так и ручное управление. На пульте размещены два электрических командных прибора, кнопочные станции, сигнальная аппаратура и многопоточные переключатели. Настройка командных приборов производится по циклограмме. Дистанционный контроль температуры воды и жидких компонентов в дозирующих станциях, а также температура опары и теста осуществляется термометрами сопротивления или термопарами. На щите пульта управления расположены сигнальные лампы, фиксирующие работу машин. Габаритные размеры в миллиметрах 5910 на 5700 на 6900. Тесто приготовительный агрегат И-8ХАГ-6 предназначен для приготовления пшеничного и ржаного теста на большой густой опаре и большой густой закваске, с интенсивным замесом теста и сокращенным периодом его брожения. Агрегат состоит из шестисекционного бункера 4 для брожения опары, бункера 6 для теста, двух тестами сильных машин непрерывного действия 17 и 19, с автоматическими дозировочными станциями 2 и 18, шнековых нагнетателей 14 и 15, шнекового дозатора опары 12 и пульта управления 1. В тестами сильную машину 19 дозатором 3 подается мука, из дозировочной станции 2 по трубе 22 подается вода, дрожжи и молочная сыворотка, после чего замешивается опара. Готовая опара непрерывно поступает в шнековый нагнетатель 14, который по трубопроводу 13 подает ее снизу через отверстие в днище, в одну из секций конического бункера 4. После заполнения секции бункер поворачивается на угол 60 градусов. Поворот бункера осуществляется вокруг центральной стойки 11 от привода 8, состоящего из электродвигателя 9, редуктора и зубчатых передач. Во время поворота бункера на 300 градусов осуществляется полное брожение опары, после чего секция с выброженной опарой устанавливается над окном в днище бункера для выгрузки опары. При этом освободившаяся смежная секция располагается под загрузку опары. Выбраженная опара шнековым дозатором 12 из бункера подается по трубе 16 в тестами сильную машину 17 для замеса теста. Дозирование опары осуществляется изменением частоты вращения шнека дозатора. Уже машину дозатором 21 подается мука и из дозировочной станции 18 все жидкие компоненты. Вода, жир, сахарные и солевой растворы. После замеса и с тестами сильной машины непрерывным потоком поступает шнековый нагнетатель 15, который по трубопроводу 5 подает тесто в бункер 6, установленный над тестоделителем 7. В бункере 6 тесто бродит в течение 25-30 минут. Управление работы агрегата производится от пульта управления 1. При горизонтальной с промежуточной площадкой и смешанной компоновках агрегата один рабочий может обслуживать два агрегата. При выработке ржаного теста устанавливается дополнительно трубопровод 20, по которому часть закваски подается на возобновление в мессильную машину 19. Тесто приготовительный агрегат L4HG13 по конструкции аналогичен агрегату E8HG6 и предназначен для приготовления теста из пшеничной муки на большой густой опаре с сокращенным брожением теста. Устанавливается в поточных линиях производительностью до 30 тонн в сутки с печами, имеющими площадь пода от 40 до 50 квадратных метров. Агрегат состоит из шестисекционного бункера 4, двух тестами сильных машин непрерывного действия 11 и 13 с автоматическими дозировочными станциями 5 и 6. Бункер периодически вращается на трех опорных роликах 3. Один из роликов является приводным и вращается от электродвигателя через червячный редуктор и цепную передачу. Бункер с приводом установлен на площадке 2, смонтированной на стойках 1. В мессильную машину 11 подается мука дозатором 7. Вода и дрожжи из дрозировочной станции 5 для непрерывного замеса опары. Замешанная опара шнековым нагнетателем 18 подается через днище 17 в секцию бункера. После окончания брожения выброженная опара через отверстие в днище поступает в шнековый дозатор 16, который нагнетает ее по трубопроводу 15, в тестами сильную машину 13. В эту же машину подается мука дозатором 14. И жидкие компоненты из дозировочной станции 6. Замешанное тесто шнековым нагнетателем 12 подается по трубопроводу 8, а в бункер 9, где оно бродит в течение 25-30 минут. После чего поступает в тестоделительную машину 10. Бункерный тестоприготовительный агрегат RMK предназначен для приготовления пшеничного теста на большой густой опаре. Агрегат состоит из стационарно установленного шестисекционного бункера 3, двух миссильных машин непрерывного действия 12 и 13, двух автоматических дозировочных станций 5 и 8. Бункер установлен неподвижно на стойках 1 с площадкой обслуживания 2. Нижняя часть бункера закрыта вращающимся днищем 18, которое укреплено на вертикальном валу 21. Этот вал периодически вращается от привода 4, состоящего из электродвигателя, редуктора и конической зубчатой передачи. Снизу к днищу прикреплена поворотная коленообразная труба 22, которая служит для загрузки свежезамешанной опары. Для выгрузки выброженной опары в днище имеется отверстие, смещенное относительно коленообразной трубы на угол, равный углу смещения одной секции. В результате при периодическом повороте остановки днища одна из секций бункера загружается свеже, замешанной опарой, и одновременно из смежной секции производится выгрузка выброженной опары. Сильную машину 12, дозатором 20 подается мука, а из дозировочной станции 8 вода и дрожжи для непрерывного замеса опары. Свежевымешанная опара с шнековым нагнетателем 6 по трубопроводу 14 подается снизу через поворотную коленообразную трубу 22 и секцию бункера. После полной загрузки секции днище поворачивается на 60 градусов для загрузки следующей секции, одновременно смещая окно со смежной секцией для выгрузки, из нее выброжены опары, поступающие в воронку 16. Далее опара с шнековым нагнетателем 17 по трубопроводу 15 подается в тесто-миссильную машину 13, куда подается мука дозатором 19 и жидкие компоненты из дозировочной станции 5. Замешанное тесто с шнековым нагнетателем 7 по трубопроводу 9 подается в воронку 10, где оно бродит в течение 30 минут, а затем поступает в тесто-делитель 11. Технические характеристики однобункерных тестоприготовительных агрегатов, представленных в таблице на слайде. Внедрение однобункерных агрегатов на хлебопекарных предприятиях дает возможность повысить производительность труда, улучшить организацию производства, санитарное состояние, лучше использовать площади, сократить металлоемкость, повысить экономическую эффективность производства. Тесто-приготовительный агрегат системы Марсакова является основной частью завода кольцевой системы Марсакова и предназначен для приготовления ржаного и пшеничного теста из муки первого и второго сорта, двухфазным способом. Тесто готовится в одежах 1, вместимостью 1000 литров, установленных в гнездах жесткого кольцевого конвейера 6, конструкция которого описана далее. Транспортер выполняется из двух связанных между собой концентрически расположенных колец 1 и 2, изготовленных из стали двутаврового или швеллерного профиля, или из железнодорожных рельсов. Кольца устанавливаются на ролике 3, 2 или 3 пары из которых являются ведущими, остальные опорными. Для предупреждения смещения колец ролики выполняются с ребрами. Ведущие ролики приводятся в движении от электродвигателя 4 через редуктор 5 и цепную передачу 6. Привод кольцевого транспортера может осуществляться также от цепной звездочки, которая входит в зацепление с цепью, приваренной к внутреннему кольцу. В зависимости от назначения на кольцевом транспортере могут укрепиться различные грузонесущие устройства, дежи, люльки, сплошной ход и т.д. Достоинствами кольцевых транспортеров является отсутствие холостого хода, простота конструкции, надежность в работе и невысокая стоимость изготовления, возможность применения его в средах с высокой температурой, возможность механизации загрузки и выгрузки изделий. Недостатком этих транспортеров является большая масса конструкции и возможность скольжения роликов, вследствие чего нарушается постоянство скорости движения кольца. Большая часть кольца конвейера заключена в камеру 3.9, а на открытых участках кольца установлено 3 тестомесильные машины, 8 для замеса пары, 2 для замеса теста и 4 для обминки, а также дежеопрокидыватель 5. Месильные машины и опрокидыватель установлены на кольце таким образом, что период перемещения дежей между ними соответствует времени брожения опары и теста. Кольцевой конвейер имеет периодическое движение с перемещением на один шаг между дежами. В период остановки кольца одновременно производится 4 операции. Замес опары и теста, обминка и освобождение дежи на опрокидывание от теста, которое по тестоспуску 7 направляется на разделку. По окончанию этих операций кольцевой конвейер перемещается на один шаг дежей. При этом к месильным машинам и дежеопрокидывателю подаются очередные дежи для повторения операций. Достоинством кольцевого агрегата является возможность перехода с одного сорта изделий на другой, без потери времени и без дополнительных операций. Недостатком кольцевого агрегата является отсутствие возможности независимого регулирования времени брожения опары и теста, а также низкий коэффициент использования теста месильных машин из-за различной продолжительности замеса опары и теста и их обминки. Далее в этом видео мы рассмотрим агрегаты для поточного приготовления теста. В этих агрегатах замес опары и теста и брожения осуществляются в стационарных емкостях с одновременным перемещением опары или теста непрерывным потоком вдоль емкости. К агрегатам этого типа относятся агрегаты HTR, HTUD, R3, HTN. В агрегатах для поточного приготовления теста замес опары и теста и брожения осуществляются в стационарных емкостях с одновременным перемещением опары или теста непрерывным потоком вдоль емкости. К агрегатам этого типа относятся агрегаты HTR, HTUD, R3, HTN, FTK-1000, KVT-1000, FMS-400 и M-Flow. Рассмотрим тестоприготовительный агрегат HTR или как его еще называют агрегат системы Робиновича, который существует в двух вариантах – с корытообразной емкостью для безопарного приготовления теста и с корытообразной емкостью, имеющих два отдельных отсека, для приготовления теста двухфазным способом. Первый вариант агрегата предназначен для приготовления теста безопарным способом – из пшеничной и ржаной муки на жидких или прессованных дрожжах и заквасках и имеет производительность 15-17 тонн хлебных изделий в сутки. В состав агрегата входит корытообразная емкость и одна тестомесильная машина H12D. В тестомесильную машину с помощью дозаторов непрерывно подаются мука, дрожжи и все жидкие компоненты. Замешанное тесто поступает в корытообразную наклонную емкость для брожения. Брожение теста осуществляется при медленном его перемещении вдоль емкости до выпускного отверстия. В целях повышения качества хлеба булочных изделий разработан второй вариант агрегата HTR для двухфазного приготовления теста. Агрегат состоит из двухсекционного бродильного аппарата 18, двух мессильных машин непрерывного действия 7 и 13 HD12D с автоматическими дозировочными станциями 8 и 14 и шнекового дозатора аппары 23. Бродильный аппарат представляет собой корытообразную емкость 18, разделенную перегородкой 22 на две секции 1 и 2 и установленную наклонно под углом 3 градуса к горизонту. Вдоль емкости расположена на трех опорах вал 19, на котором укреплены два шнековых витка 5 и 21. Вал периодически вращается от электродвигателя 1 мощностью 2,38 кВт и частотой вращения 1440 оборотов в минуту. Через цилиндрический редуктор 2, зубчатую цилиндрическую передачу, кривошип 3 и храповый механизм 4. Дрожжи, раствор сахара и жир готовятся в аппаратах 10, 11, 12. Марок H14 и H15D и подаются в автоматические дозировочные станции 8 и 14. Мука для замеса опары и теста подается к дозаторам шнекам 9. В мессильной машине 7, установленной над секцией 1, непрерывно замешивается опара, которая через спуск 6 поступает в первую секцию бродильного аппарата, где она бродит, медленно перемещаясь вдоль емкости под напором шнекового витка 5 и сил гравитации, возникающих в результате наклона емкости. Выброженная опара в конце секции выгружается через отверстие в днище емкости и далее шнековым дозатором 23 по трубопроводу 17 подается в тестомесильную машину 13, куда подается мука дозатором 15 и все жидкие компоненты из дозировочной станции 14. Шнековый дозатор-нагнетатель приводится в движение от электродвигателя 26 мощностью 1,5 кВт и частотой вращения 1400 оборотов в минуту через вариатор скорости 25 и цепную передачу 24. Количество подаваемой опары регулируется изменением частоты вращения шнека дозатора с помощью вариатора скорости 25. В тестомесильной машине 13, установленной над секцией 11, непрерывно замешивается тесто, которое через спуск 16 поступает во второй отсек емкости, где оно бродит, медленно перемещаясь вдоль корыта под напором шнекового винта 21. Выброженное тесто через отверстие в днище емкости, регулируемое шибером 20, поступает в тесто-делительную машину. Время брожения опары и теста регулируется изменением скорости вращения вала 19 с помощью храпового механизма. Угол поворота храпового колеса, укрепленного на валу 19, меняется изменением величины эксцентриситета кривошипа 3. При увеличении эксцентриситета увеличивается угол поворота храпового колеса и соответственно увеличивается частота вращения вала со шнековыми витками. В результате время брожения сокращается. И наоборот, при уменьшении эксцентриситета кривошипа время брожения увеличивается. Достоинством агрегата является компактность и возможность установки в одноэтажных помещениях. Недостатками затруднения в переходе с одного изделия на другое, закисание теста на стенках емкости, невозможность изменения режима замеса и контроля длительности брожения теста. Производительность агрегата составляет до 20 тонн в сутки. Общая вместимость бродильного аппарата 5060 литров, в том числе первая секция 2350, вторая секция 2710. Продолжительность брожения пара 3 до 4,5 часов, тесто 1-2 часа. Суммарная мощность электротвигателя 11,68 кВт. Габаритные размеры в миллиметрах 9000 на 3910 на 3825. Установка ХТУД, разработанная инженером Донченко, применяется для приготовления теста на жидких полуфабрикатах. В смесителе 4, куда подаются мука, вода, дрожжи и сырьевой раствор из дозаторов 5123, готовится питательная смесь, которая насосом 6 перекачивается в напорную емкость 7. В качестве смесителя используется заварочная машина ХЗМ-300. Далее смесь направляется в емкости 8 для брожения. Выброженная жидкая опара из емкостей поступает в сборный бак 9, а оттуда в дозатор 16 черпакового типа. Замес теста производится в тестомесильной машине 11 непрерывного действия типа Х12, куда дозатором 17 подается мука, дозатором 16 жидкая опара, из дозировочной станции 10 вода и жидкие компоненты. Замешенное тесто шнековым нагнетателем 15 по трубопроводу 12 подается для брожения в бункер 13, который установлен на тесто делителем 14. Тесто-приготовительный агрегат R3-HTN предназначен для непрерывного приготовления теста из пшеничной муки 2, 1 и высшего сортов на жидких полуфабрикатах. В этом агрегате производится замес жидкой опары и интенсивная механическая обработка теста, позволяющая сократить продолжительность приготовления жидкой опары и брожения теста перед разделкой, что улучшает качество готового хлеба. В состав агрегата входит 5-секционный аппарат 9 для брожения жидкой опары, месильная машина 6 для приготовления жидкой опары, тесто месильная машина 17 с интенсивной механической обработкой теста R3-HTO, весовые дозаторы муки 7 и 16. В аппарате 9 осуществляется непрерывный процесс брожения опары при сбалансированной подаче свежезамешанной опары и расходе выброженной. Вдоль емкости аппарата расположен медленно вращающийся вал с лопастями. Корпус аппарата имеет рубашку 5 для подачи холодной воды в целях охлаждения жидкой опары при перерывах в работе агрегата. Движение жидкой опары из секции в секцию происходит через переливные трубы 10 с кранами для регулирования количества проходящей опары. Отбор жидкой опары может производиться из любой секции аппарата. Особенностью агрегата является применение дозаторов, устройств и систем регулирования, обеспечивающих наиболее высокую точность дозирования компонентов на всех фазах теста приготовления. Так, для дозирования муки применяются ленточные весовые дозаторы с системой автоматического регулирования подачи муки. Для дозирования воды и жидких компонентов применены плунжерные насосы-дозаторы 15, 11, 3, 22, 21, 20, которые приводятся в движение от электродвигателя 1 и оборудованы системой автоматического регулирования производительности с исполнительными механизмами 2. Для повышения точности дозирования жидкой опары установлено специальное устройство 12. Для контроля массы опары и соответственно регулирования ее количества при подаче в тестомесильную машину 17. При отклонении массы опары от заданного значения система автоматического регулирования 13 подает сигнал исполнительному механизму 2, который изменяет производительность плунжерного насоса-дозатора 11. Для обеспечения более точного дозирования жидкой опары шестеренный насос 19 предварительно сжимает ее до давления 0,2-0,3 мегапаскаль. При этом газовые включения, находящиеся в опаре, уменьшаются в объеме и частично растворяются. Замес жидкой опары производится в месильной машине 6, куда непрерывно подается мука из весового дозатора 7 в количестве 35% общего количества муки, расходуемой на приготовление теста. Вода плунжерным насосом-дозатором 15 по трубопроводу 8 из темперирующего аппарата 14 и дрожжи плунжерным насосом-дозатором 3. Опара замешивается в узком коаксиальном зазоре между неподвижным корпусом машины и вращающимся рабочим органом. Замешанная жидкая опара шестеренным насосом 4 подается для брожения в аппарат брожения 9. Выбороженная жидкая опара шестеренным насосом 19 сжимается и нагнетается в контролирующее устройство 12, откуда плунжерным насосом-дозатором 11 подается через теплообменник 18, в котором она охлаждается до температуры 8 градусов Цельсия. В тестомесильную машину 17. В эту же машину одновременно с опарой непрерывно подается ленточным весовым дозатором 16 мука в количестве 65% общего количества муки в тесте. Растворы соли, сахара и жидкий жир. Плунжерными насосами-дозаторами 22, 21 и 20. Замешанное тесто непрерывным потоком поступает в воронку над тестоделителем для окончательного коротковременного брожения, а затем в тестоделительную машину. Производительность агрегата 1200 кг в час. Тестоприготовительный агрегат FTK-1000 применяется при подготовке ржаного и пшеничного теста массовых сортов хлеба. Агрегат работает с применением жидкой первой фазы и интенсивного замеса как первой, так и второй фаз теста. Отличительной особенностью агрегата является применение оригинальных автоматических устройств, позволяющих автоматизировать процесс тестоприготовления и обеспечивающих стабильность, консистенции и качество теста. Агрегат состоит из бункера для муки 1, весового дозатора муки, включающего питающий шнек 2, ёмкость 3 с датчиками верхнего и нижнего уровней наполнения 5, вибролоток 4 с электромагнитным вибратором 6 и электрическим датчиком связан с весовым рычагом 7, реагирующим на изменение массы муки на взвешивающем транспортере 8, закреплённом на весовой платформе. Приготовление жидкой фазы осуществляется в дозировочной станции 13, в которую подаются самотёком вода и дрожжи из бачков 10 и 11, и жидкая закваска из бачка 12. Замес жидкой фазы осуществляется в гомогенизаторе 9, интенсивного действия, при частоте вращения вала 400 оборотов в минуту и длительности замеса 40 секунд. Жидкая фаза поступает на брожение в неподвижную цилиндрическую 12-секционную ёмкость 28, днище которой имеет уклон по центру, где установлен 12-позиционный дисковый переключатель 24, работающий синхронно с поворотным переключателем 23, заполнение секций. Выбратившая опара перекачивается двумя шинеконасосами 25 в бачок 12 для приготовления жидкой опары, 22 в охладитель 20 и дозатор жидких компонентов 17. К последнему подаётся из производственных ёмкостей 16, 15, 14, вода, солод, соль, а также мука. Замес теста осуществляется в машине интенсивного действия 18, снабжённой водяной рубашкой 19. Замес теста осуществляется при частоте вращения вала машины 200 оборотов в минуту и длительности замеса 60 секунд. Из тестомесильной машины тесто выпрессовывается в виде жгута и поступает на ленточный конвейер 27, играющий роль бродильной ёмкости. Длительность брожения теста на нём 12-20 минут. Управление работой агрегата осуществляется с центрального пульта. На пульте вынесены указатели уровней, меров, положение регулирующих клапанов, указатели потребляемой мощности тестами сильной машины, указатели температуры опары, теста и другое. В коммуникациях имеются клапаны 26 и 21 для возврата жидкой опары и переполнения расходных баков. Техническая характеристика агрегата представлена в таблице на слайде. Агрегат приводен для работы на однофазном процессе с применением 3-4% прессованных дрожжей. При жидкой опаре дрожжей расходуется от 0,4% до 1%. Тестоприготовительный агрегат КВТ-1000 предназначен для приготовления теста на жидкой фазе из ржаной и пшеничной муки. Агрегат имеет оригинальную бродильную ёмкость 1, разделённую радиальными перегородками на 12 секций. Ёмкость неподвижна, а перемещение массы в бункере осуществляется за счёт периодического вращения внутренних перегородок с резиновыми уплотнительными окантовками. Вращение осуществляется с помощью электродвигателя 2 и червячного колеса 3 с 12 упорами по числу секций, над которыми установлен конечный выключатель 4. Разгрузка секции бункера от созревшей опары осуществляется с помощью шестерёнчатого насоса 5, снабжённого индивидуальным приводом с редуктором. Приготовление питательной смеси осуществляется в оригинальном смесителе 21 с индивидуальным приводным электродвигателем 23. Подача питательной смеси осуществляется шестерёнчатым насосом 24, приводимым в движение через вариатор скорости от электродвигателя 22. Подача муки осуществляется специальным дозатором 9 периодического действия. Дозатор муки включает цилиндрическую ёмкость с датчиками верхнего и нижнего уровня 10 и мешалкой 8, которая через донное отверстие высыпает муку на вибрационное сито 7 с магнитным уловителем 11. После контрольного просеивания мука поступает в весовой бункер 6, снабжённый весозадающим устройством 12. Ёмкость бункера имеет откидное днище с электромагнитным приводом. Разгружается весовой бункер через коническую ёмкость, заканчивающуюся прозрачной пластиковой трубой, позволяющей визуально контролировать подачу муки. Дозировка жидких компонентов в смесителе и месильную машину осуществляется в центральной дозировочной станции 14, оборудованной 8-ю ротационными насосами. Выброженная жидкая фаза поступает в смеситель 20, откуда подаётся в тесто месильную машину 18 и смеситель 21 для приготовления питательной смеси. Мука в тесто месильную машину подаётся дозатором 19. Все жидкие компоненты поступают в смесители через бачки 13 и 17. Из теста месильной машины замешанное тесто в виде ленты 16 подаётся ленточным транспортером 15 в закрытую камеру брожения, состоящую из двух ленточных транспортеров, расположенных один под другим. Бразильная камера ограждена колпаком из оргстекла и устройством для автоматического поддержания оптимальной температуры и влажности среды. С ленты тесто снимается специальным устройством и подпрессовывается вальцами в ленту. Скорость перемещения транспортеров регулируется. Технические характеристики агрегата представлены в таблице на слайде. Тестоприготовительный агрегат FMS 400 фирмы Vernon & Federer выпускается двух типоразмеров, производительностью до двух тысяч и до трёх с половиной тысяч килограмм в час, что позволяет комплектовать ими линии с печами площадью пода от 50 до 150 квадратных метров. Агрегат универсальный и обеспечивает выработку теста широкого ассортимента из ржаной и пшеничной муки с применением жидкой опары. Агрегат состоит из шести цилиндрических емкостей 1 для брожения жидкой опары. Емкости снабжены индивидуальными пропеллерными мешалками 2. Для разгрузки емкостей служат трубы 3 и насос 4. Питательная смесь для жидкой опары готовится в смесителе 11, куда поступает мука из емкости 5, через ворошитель 6 и шнековый дозатор 7, вода и третья часть зрелой опары. Питательная смесь поступает в бродильные емкости, где бродит в течение 140 минут. 2 третьих части зрелой жидкой опары идёт на приготовление теста. Замес теста осуществляется в тестомесильной машине интенсивного действия 14, куда подается жидкая фаза с помощью шнекового дозатора 12, мука и прочие жидкие компоненты. Дозирование жидкости осуществляется дозировочной станции 13, рассчитанной на 3 компонента. Жидкости дозируются по объёмному принципу поршневым дозатором. Изменение отдельных доз осуществляется путём изменения эксцентриситета приводомерных поршней. Жидкости готовятся и темперируются в специальных емкостях 10, 8 и 9. Замешанное тесто выпрессовывается из машины через цилиндрический мундштук на ленточный транспортер 15, который подаёт тесто в бродильную камеру, представляющую собой корытообразный ленточный транспортер 16, где тесто бродит около 20 минут. Особенностью системы дозирования компонентов является то, что при изменении производительности тестами сильной машины автоматически изменяется подача жидких компонентов в соответствии с заданной рецептурой. Это достигается путём установки единого привода к тестами сильной машине и дозаторам. Изменение производительности машины осуществляется вариатором путём изменения частоты вращения валами сильного органа от 48 до 176 оборотов в минуту. Для контроля соблюдения рецептуры на дозаторе имеются магнитные вентили, позволяющие отбирать пробы без остановки машины. Техническая характеристика агрегата представлена в таблице на слайде. Тестоприготовительный агрегат M-Flow. Нашёл применение при выработке пшеничного формового хлеба по специальной рецептуре с использованием жидкой фазы, называемой преферментом. Для приготовления префермента расходуются от 5 до 30% муки, от 5 до 7% сухого молока, 5-7% сахарного сиропа, 2,5% прессованных дрожжей. Ферментный препарат, питательный субстрат для дрожжей и некоторые другие добавки. Питательная смесь готовится в смесительной ёмкости 1 и насосом 2 перекачивается в бродильные ёмкости 3, снабжённые мешалками и термостатирующими рубашками, поддерживающими температуру от 30 до 32 градусов Цельсия. Дрительность ферментации 2,5 часа. Затем к преферменту добавляют сахар из бачка 4 и направляют надображивание в ёмкость с горизонтальной мешалкой 5. Затем продукт перекачивается в расходный бак постоянного уровня 14, проходит охладитель 13 и направляется в тесто-месильную машину интенсивного действия 9. В месильную камеру подаются из бункеров 10, 12 и 11, соответственно остальная мука, соль и шортинг. Затем тесто насосом 8 подаётся по трубе в пластифицирующую тестами сильную машину, которая совмещена с тестоделителем 7. Сформованные тестовые заготовки поступают в металлические формы, расположенные на транспортере 6. Производительность агрегата от 2000 до 3200 кг в час. Элементы расчёта тестоприготовительных агрегатов. Расчёт аднобункерных тестоприготовительных агрегатов. Расчёт заключается в определении вместимости и размеров бункера для брожения опары или закваски и воронки для теста. Расчёт бункера для брожения опары или закваски ведётся исходя из часового расхода муки на приготовление теста. Формулы для расчёта и расшифровка обозначений представлены на слайде. Часовой расход муки на приготовление опары и на приготовление закваски рассчитывается по формулам на слайде. Ритм загрузки и разгрузки секции в минуту зависит от занятости секции под брожением и числа секций бункера. Количество замешанной муки для заполнения одной секции опары, включая и муку, находящуюся в жидких дрожжах, и вместимость одной секции рассчитывается по формулам на слайде. Общая вместимость бункера в литрах рассчитывается по формуле на слайде. В случае, если ёмкость стандартного бункера недостаточно, допускается её увеличение путём следующего расчёта. Зная необходимую вместимость бункера и задаваясь радиусом или высотой цилиндрической части бункера, можно определить размеры бункера. Как известно, общий размер бункера в кубометрах – это сумма объёмов цилиндрической и конической части бункера. При этом объём цилиндрической части бункера рассчитывается как площадь основания на высоту цилиндра. А расчёт конической части бункера проводится по формулам, представленным на слайде. Для обеспечения нормального движения опары или закваски в конической части бункера при выгрузке из бункера угол должен быть не менее 50 градусов. Соотношение объёмов бункера для брожения опары или закваски обычно принимается равным 1,6 – 1,65. Тогда, пользуясь этим соотношением, запишем формулы, которые представлены на слайде. Откуда выразим общий объём бункера. И из общего объёма бункера выразим общий объём цилиндрической его части, который составит 0,616 общего объёма бункера. Изменять стандартный объём бункера рекомендуется путём изменения высоты цилиндрической его части. Изменение высоты в метрах определяется по формуле на слайде. Необходимый объём воронки для теста над тестоделителем рассчитывается по формуле, представленной на слайде, и зависит от продолжительности брожения теста, которое обычно принимается равной от 25 до 40 минут. Выполним примерный расчёт, исходя из следующих данных. Рассчитаем объёмы размера бункера для приготовления опары при выработке батонов из пшеничной муки первого сорта, на большой густой опаре при выпечке на печи ПХК-25 производительностью 700 кг в час. Исходные данные представлены на слайде. Вначале проведём расчёт бункера для брожения опары. Определим часовой расход муки для приготовления теста. Часовой расход муки на приготовление опары. Ритм загрузки секций в минуту. Количество замешанной муки для заполнения одной секции опары. Вместимость одной секции. Общую вместимость бункера. Для приготовления опары выберем ближайший по ёмкости тестоприготовительный бункерный агрегат L4HG13. И рассчитаем объём воронки для теста над тестоделителем, который составит приблизительно 1 кубометр. В этом видео мы рассмотрели агрегаты для непрерывного приготовления теста, которые разделяются на две группы. Агрегаты для порционного приготовления теста и агрегаты для поточного приготовления теста. Благодарю вас за внимание. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Поставьте колокольчик уведомления. И все уведомления в колокольчике. Поделитесь видео в социальных сетях. Желаю вам всяческих успехов. И до новых встреч.